В конце февраля предприятие Госкорпорации «Русатом» Горно-химический комбинат города Железногорска будет отмечать свой 70-летний юбилей. В преддверии этого события 19 февраля проходит подведение итогов грантового конкурса ГХК ТОП-20, который в этом году поменял свое название и называется «Преображая жизнь». Горно-химический комбинат уже на протяжении 8 лет проводит этот грантовый конкурс и поддерживает социально значимые инициативы железногорцев и жителей Сухобудемского района. Интерес организации и активных граждан к этому конкурсу неизменно остается высоким. В этом году на получение грантовых средств было подано более 200 заявок, а после работы экспертной комиссии в шорт-лист конкурса вошли только 75 проектов. В этом году наш конкурс обрел имя собственное «Преображая жизнь». Согласитесь, что это название очень точно определяет основную тематическую целевую направленность нашего конкурса, потому что его участники делают добрые дела и преобразуют жизнь вокруг себя. Но вообще традиционно одни из самых популярных проектов – это проекты спортивные, либо образовательные и патриотические. В этот год не исключение, но в этом году еще было достаточно много проектов, связанных с юбилеем Победы, с юбилеем Города и с юбилеем Комбината. Конечно, комиссия учла эту тематическую направленность при выборе своих квот. Бюджет грантового конкурса уже в течение нескольких лет неизменен и составляет 5 миллионов рублей. Каждый победитель получает до 100 тысяч рублей на реализацию своих инициатив, направленных на улучшение жизни в городе и поселках. И первыми на церемонии были объявлены 25 проектов победителей, определенных по квотам первичной профсоюзной организации ГХК, молодежной организации, совета ветеранов, генерального директора ГХК и по квоте «Новичок» для участников, впервые участвующих в конкурсе. Наш проект называется «Живая память». В рамках этого проекта мы планируем с привлечением учащихся школ 97-й и 95-й. Хотим благоустроить на территории детского дома звезду, героя, то есть в виде клумбы. Ну и, соответственно, провести ряд спортивных мероприятий, которые тоже будут приурочены к 75-летию победы. Одной из отличительных особенностей этого конкурса является то, что победители еще определяют и по жребию. Проекты, не получившие поддержку по квотам, имеют возможность также стать победителями. Эти заявки просто разыгрываются в лототроне. Таким образом, поддержку ГХК получили еще 30 проектов. Проработав в школе много лет, я пришла к выводу, что воспитать можно только в деятельность. То есть можно много рассказывать, что такое экология, можно рассказывать, что такое красота. А беречь он будет только тогда, когда его труд уже вложен. У нас есть сквер, который украшает не первый год, пытаются украсить. Но очень много там еще работы, которую учащиеся наши школы, я думаю, в этом году сделают благодаря гранту ГХК. Мы поздравляем всех получателей грантовых средств и желаем успешной реализации проектов. На благо всем нам. А также поздравляем горно-химический комбинат с его 70-летием. Ирина Дмитриева, Юрий Щербатов. Специально для канала проекта «Школа Росатома» АТОМ-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok